Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова Елена. О чем хочу сказать? Мы продолжаем говорить о двойных неделях. Для тех, кто случайно попал на видео и не понимает, о чем идет речь. Могу вам сказать, что понятие двойной недели – это общее явление при совмещении китайской астрологии и нашей западной. С точки зрения китайцев определенные периоды называются, например, осень или холодная роса, или так далее. Но соответствуют они половине знака. То есть знак зодиака по западному календарю разделяется на две половины. И получается, что люди внутри одного знака имеют совершенно разные характеры. Многие говорили, что они не похожи на общие характеристики. И я каждый раз напоминаю. У нас индивидуальность всегда проявляется в определенных качествах. Вот от дня рождения зависит, от часа рождения. Или вот от недели, которую мы сейчас обсуждаем. И тот, кто внимательно уже ознакомился с материалами, которые я даю, видит, что люди даже внутри одного знака очень не похожи друг на друга. Поэтому неудивительно, что когда вы слушаете общие характеристики, вы говорите, а я не такая. Конечно, вы не такие. Общая характеристика – это пища для ума. Кто-то в нее попадает на 100%, кто-то на 40%. Так вот, сейчас мы говорим об индивидуальности, которая нас отличает друг от друга. Итак, двойная неделя. Что это такое? Мы продолжаем о ней говорить. И вас ждут прекрасные материалы. В основном будут касаться профессиональной деятельности. Профессиями у многих не складывается взаимоотношение. Люди не знают, где себя искать. Я создала такую подсказку. Надеюсь, она будет полезна. С 9 по 23 октября по китайской астрологии этот период называется «Холодная роса». А по западной астрологии это соответствует второй половине знака весов. Попробуем разобраться с этими людьми и подумаем, чем они отличаются от предшествующего периода. Начнем рассказ о людях этого периода с того момента, как они, например, выражаются социально и что они хотят от государства. В этом выражается вся сущность человека. В юности люди этого периода ведут себя так, как и должно весов. Весам ничем не интересуются, особого мнения насчет политики не имеют. Призывают всех к миру гармонии и справедливости. Но со временем они вдруг начинают осознавать, что вот это мягкотелое отношение к жизни отнюдь делу не помогает. Сколько ни говорят, холба во рту сладко не становится. Поэтому чем старше они становятся, тем больше они начинают интересоваться политикой. Из этих милых, гармоничных, весьма таких расслабленных существ превращаются в настоящих фанатиков. Они уже не просто размышляют о том, что все в мире должно быть спокойно. Они считают, что в вопросах мира все средства хороши. Если кого-то надо принудить к миру, то, пожалуйста, так и надо делать. Хватит наблюдать, какой мороз творится. Если мы можем вмешаться, требуют уже эти весы достаточно зрелые, мы обязаны вмешаться. Мы должны поставить этих подонков на место и показать. Если мир нужно завоевать, то есть через войну, то пусть эта война случится, но пусть этот мир наконец-то восторжествует. Так что представьте себе, в таких тихих, милых, инертных людях со временем появляется настоящая сталь и в голосе, и в поступках. А не за мир, от которого не останется камня на камне. Но мир этот все-таки должен быть установлен. Вот такая и становится теория. В свете сказанного выше, получается, что если спросить, какой типаж политиков им нравится, они предпочтут очень сильных личностей, которые не ломаются перед превратностями судьбы, которые, невзирая на все нападения, на санкции, на кризисы, на нестерпимую обстановку, продолжают придерживаться своей политики и мужественно ведут государство в намеченном направлении. Поэтому вот такая вот история. Эти люди уже бардцы по натуре, что для знака наших весов, ну, совершенно исключительное явление. Как вы поняли, дорогие мои друзья, у людей этого периода явно различаются две истории жизни. До взросления и после. Пока юность еще, в общем-то, присутствует, люди этого периода определиться никак не могут. Поэтому, как правило, их начало в поисках себя в работе достаточно сложное. Они работают на массе разных мест. У них там поработал, не понравилось, туда пошел. В общем, они себя ищут. Находят ли они себя? В принципе, многие так и блуждают по белу свету. Там подработали, сям подработали. Энтузиазма никакого не испытывают. Но вот в зрелые годы у них явно, во всяком случае, где-то уже после 25, начинает четко прослеживаться, что в конце концов хватит бродить по белу свету. Они не только понимают, что работать надо, само на голову не свалится, но они уже понимают, за счет чего они могут быть успешны. Они понимают, что надо квалифицироваться, повышать свои возможности, то есть зарекомендовать себя как специалиста. Это уже залог успеха. К сожалению, кто вернет пропущенные годы, когда мы барахтались, как котята, вот если бы эти знания, да вовремя. Поэтому я считаю, что те вещи, которые я сейчас рассказываю, вовремя подсказанные молодому человеку, позволят ему сразу сориентироваться. Вам нечего искать, вас ничего в этой жизни не ждет. Такого прекрасного, интересного, где можно лежать, а вокруг вас будет кипеть жизнь, вас развлекать, вам будут аплодировать и даже платить деньги. Таких профессий нет. Сразу перейти в направление, что более-менее вам нравится. Читайте много, тренируйте себя, повышайте свою квалификацию и в счастливый путь. Потому что вам очень сложно подобрать то, что вы хотите. Это мифы о загробной жизни. Таких профессий, о которых вы мечтаете, практически нет. Итак, на чем будем базироваться при выборе профессии? На том, на чем вы способны, дорогие мои друзья. У вас есть невероятные качества, полезные во многих профессиях. Во-первых, вы умеете идти на компромисс, у вас есть дипломатичность. Это вам от весов дано. Во-вторых, вы необыкновенно красноречивы и артистичны. По-моему, прекрасные качества для того, чтобы сделать основанием для профессии. Все, где надо общаться с людьми, по-прежнему рекомендую, поскольку это ваш хлеб, это там у вас будет получаться. Вы можете стать посредником. Часто очень люди вашего периода становятся посредниками. Умудряются примерять враждующие стороны и враждующие партии. Поэтому быть третийским судьей для вас на роду написано. Ну, правда, надо знать еще, иметь знания. Поэтому я лишний раз вам напоминаю, что в школе вам дураковалять категорически нельзя. Вы должны оттачивать свое мастерство и вовремя определиться с направлением, которое вы считаете нужным для себя. Как бы вы ни были настроены на профессию, но у вас все равно есть какое-то любимое хобби, любимое дело. Если же вообще ничего у вас в молодости, как говорится, не случилось, я сейчас обращаюсь с тем, кто еще в поиске. Определяйтесь. Для вас, ну, дипломатический корпус могу посоветовать всем, но не все там могут учиться в силу разных обстоятельств. Но там, где может проявиться ваша дипломатия, вы можете быть воспитателями прекрасными, учителями. Но для этого нужна база данных. Почему я говорю, что со школы еще учимся, впитываем знания. Потому что если вы при ваших-то достоинствах работаете только с людьми, еще не будете иметь базы, с чем работать, вам вообще практически никакая работа не сведет. Вам обязательно нужны знания. Вот. Так что юриспруденция для вас тоже прекрасна во всех отношениях. Но это адвокатура, третейский суд, например, где может проявиться ваше удивительное влияние на людей и всепримиряющая сила весов, которая им дана от природы. Помимо этого всего, вы можете быть прекрасным модельером. Но об этом мы уже говорили. Но никогда при выборе профессии не забывайте о своих основных недостатках, которые, естественно, испортят вам жизнь. Вы, начиная дело, на каком-то этапе пылаете энтузиазмом. Потом этот энтузиазм у вас пропадает. Поэтому масса дел, начатых вами, так и никогда не видят конца. То есть бывают заброшены. Вы по-прежнему не умеете принимать решения и брать их на себя. Со временем это проходит. Вы начинаете этому учиться. Но ведь время должно пройти в работе, а не просто в ожиданиях. Поэтому сначала вам будет это трудно. Но вы в своем характере должны воспитывать решительность и, в конце концов, научиться брать ответственность на себя. Думаю, к зрелым годам вы этому научитесь. И станете неполноценны практически в любой сфере. Но поначалу вам действительно будет трудно. И ваша некоторая недисциплинированность и расхлябанность, которые вы себе позволяете, то есть как бы отойти от дел, потому что у вас сегодня нету настроения, это тоже с этим надо бороться. Потому что с такими задатками, дорогие мои друзья, вам не поможет ни обаяние, ни артистизм. Как совет, для того, чтобы не запускать свои дела, для вас есть спасение. Вам нужен более продуктивный и ответственный спутник и работник. Поэтому даже если вы хотите организовать свое дело, давно мечтаете, ищите, пожалуйста, надежного человека, у которого есть практическая сметка, ответственность и дисциплинированность. Тогда вы в тандеме невероятно будете успешны. Он будет делать грязную работу техническую. Вы же будете представить с кем лицом фирмы, осуществлять рекламные проекты, то есть двигать вашу фирму, так сказать, в социуме. Вот тогда у вас все получится замечательно. И помните, что вы лучше всего работаете в коллективе. Вы должны работать на людей и для людей. Это ваше единственное правило. Единственная профессия, где вы действительно можете работать сами на себя, это если вы актер или музыкант. За вас никто не сыграет, за вас никто, так сказать, не отыграет роль. Ну и также там, где все индивидуально, дирижер, но если вы в творчестве, там вы можете работать в одиночку, и вам ничего не нужно, поскольку люди, ради которых вы, собственно говоря, так трудитесь, находятся в зале, и буря аплодисментов, и есть главное вознаграждение вам за ваши тяжелые труды. Но если вы не творческое лицо, выступающее на сцене, то, соответственно, вам лучше работать в коллективе и вносить свою лепту в этот коллективный труд. Такова особенность у вас, дорогие мои друзья. А вопросы бизнеса, которые сейчас волнуют многих, и вы, вероятно, тоже чего-то такое хотите. Да, конечно же, вы можете открывать школу искусств, вы можете вести какие-то танцевальные кружки. Если вы умеете шить, кроить, вязать, это у вас, пожалуйста, вы можете быть модельером, или, собственно говоря, тоже какую-то организацию открыть по передаче подобного опыта. Но я вам могу сказать, что по-прежнему собственное дело в одиночку. Вы вряд ли вытянете. Вам всегда нужен помощник, который будет вести ту брутальную, грязную бухгалтерскую работу, без которой не бывает ни одного праздника. Так что, вот имейте это в виду. Не ищите каких-то там особых путей, не соответствующих своему направлению, вашему характеру. Я вас постаралась раскрыть сейчас максимально глубоко, для того, чтобы вы поняли, что если вы думаете, что амбициозно, что вы в одиночку сейчас выскочите и помчитесь, и все у вас получится, к сожалению, это в вас тот горячий энтузиазм, который может вас делать невероятно успешным, и он сейчас вас призывает. Но вы не умеете держать градус от начала до конца дела. Буквально через неделю вы уже поугаснете, иначе это дело будет угасать вместе с вами. Поэтому вот тут вот может навалиться ваш очень практичный, деловой, мужественный помощник, который не боится рутинной работы, и он это дело поддержит. И вы все будете в шоколаде. Ну, а теперь я все-таки зачитаю те профессии, которые обычно вам к лицу. Ну, а вы уж подумайте, как это дело реализовать. Изготовление мебели, тканей, платьев, модных товаров, косметики, сфера соцобеспечения, бармены, отделы рекламы, салон красоты, парикмахер, косметолог, консультант по бракам, по усыновлению детей, актер, писатель, художник, садовник, адвокат по разводам. Садовник под вопросом, я всегда, даже когда себе делаю пометки, собственно говоря, с землей вы не особо любите быть связанной, но иметь свое зеленое хозяйство, имеется в виду, возглавить. Другие люди будут, собственно говоря, этим заниматься, вы будете рекламировать, поскольку мир цветов вам очень близок, и потом организуете торговлю этими растениями, цветами. Это вот как раз ваше. То бишь, вы возглавляете это движение. Конечно, в земле копаться будут другие, это уже понятно. Ну что ж, а мы переходим к следующему периоду. 24 октября, 7 ноября. Этот период называется первое морозное дыхание. Вот, и относится он к первой половине знака Скорпиона. Люди здесь своеобразные, поэтому поговорим о них более внимательно, для того, чтобы понять, что им подходит к профессии, как они себя видят в масштабах государства, каких политиков предпочитают. Через эти детали мы поймем, какие особенности характера у этой группы. Ну, Скорпионы всегда остаются Скорпионами, поэтому если рассмотреть роль государства в жизни людей этого периода, а также о том, как они себя позиционируют к обществу, могу сказать, что они рассчитывают только на самих себя и вообще провозглашают такой метод. Каждый должен знать свое место и сам должен знать, как ему на этом месте работать и отвечать за те поступки, которые он совершает. Поэтому в некотором смысле он, конечно, не анархист, он не против государства, но он считает, что вот эти вот сказочки о справедливом мирном государстве, который обо всех позаботится, всем раздаст благоденствие, так сказать, и все заживут в шоколаде, он в эти сказки не верит, их высмеивает. Он говорит, что такого нет и никогда не будет. Вот пока ты сам себе не создашь это счастье и благоденствие, никто не придет и ничего не сделает. Поэтому нечего тут и сотрясать воздух. Поэтому на государство надейся, сам не плашай. Вот самый главный лозунг этого Скорпиона. Поэтому и неудивительно, что он такой. Скорпион всегда берет решение на себя, только на самого себя, в самого себя верит и только на самого себя рассчитывает. Так что такова его сущность. Все же вернемся к политикам. Кого бы мог уважать этот самоуверенный Скорпион? Конечно, тех политиков, которые имеют сильную волю и харизму, которые могут сделать все сами. Им не нужны поводыри, советники и прочие беспомощные личности, которых надо за руку вести по политическому Олимпу, для них не существует. А вот люди, которые твердо знают, чего они хотят, и также твердо двигают линию государства вперед, для них, пожалуй, достойно уважения. Поэтому напоминаю вам, дорогие друзья, все это связано именно с самой личностью Скорпиона. Им даже иногда нравится, чем хуже, тем лучше. Они во времена кризиса никогда не падают лицом в салат. Они не стонают, они ищут какой-то защиты, чтобы спрятаться за чью-то спину. Чем труднее, тем интереснее для них. Поэтому во времена кризиса они провозглашают лозунг «Хватит ныть, пора работать». Что касается работы, которая вас вдохновляет. Конечно же, эта работа должна иметь какую-то миссию. Она должна быть для вас важна. Вы, как крестоносец, несете в этот мир свое видение вопроса. Правда, вы не ищедите никого, кто имеет мнение противное вам. Или, скажем так, вы куда-то призываете коллектива, кто-то вяло сопротивляется, барахтается, энтузиазма не проявляет. Тут у вас явно возникает агрессивное чувство сразу же прикончить подобного негодяя, потому что вы пришли на работу пылать, выкладываться по полной программе. Вы видите цель, вы желаете ее обладать, и все, кто там препятствует, или хотя бы не плывет в вашем фарватере, для вас не компаньон. Поэтому, если вы начальник, у вас там все достаточно строго. Рядом с вами останутся те, кто выкладывается в работе по полной программе, но еще при этом пылает энтузиазмом, потому что без страсти и огня работа для вас не представляется как таковой. Вот сложный такой подход, но, тем не менее, для вас беспроигрышный, потому что на такой работе вы выкладываетесь по полной программе. Хуже всего людям этой группы, пока они не определили свою задачу, именно чем им заниматься. Многие скорпионы проводят в этом процессе достаточное количество лет. Я не могу им посоветовать, чем им надо заниматься, по той простой причине, что вы внутри себя точно знаете, что вам дорого. И запомните, с самых плодных ногтей вы должны определить, что вам действительно нравится. Ведь вы действительно носители некой миссии. Вот если вы хорошо знаете с детства компьютер, к примеру, сделайте его своей профессией, станьте программистом в высшем смысле этого слова. Потом поставьте под свои знамена не менее активных и продуктивных людей в этой сфере. Станьте Касперским. Почему же нет? Не хотите Касперским, станьте еще кем-нибудь. Но вам должна быть, для вас важна сама идея. Так что из любого своего хобби детского, если оно хобби не поджигать чужие дворы и не воровать, то можно сделать великолепную профессию. Как только вы почувствуете уверенность в том, что вы хотите этим заниматься, для вас уже далее ничего невозможного нет. Вы берете цель, вы начинаете активно себя к этому готовить, вы полны энтузиазма и силы и несете эту идею в мир. По-другому у вас, увы, не получается. Но если вы еще не нащупали эту идею, советую вам, дорогие мои друзья, пробовать себя на разных видах работы. Рано или поздно вы можете нащупать то золотое дно, которое вам принесет и деньги, и славу, и удовольствие. Во всем этом вы нуждаетесь. Но ни один из трех перечисленных моментов не является побуждающим поиску работы. Вам нужна цель и идея. Вы должны вдохновляться своей профессией. Вот в чем особенность вашего характера. Нет вдохновения, нет работы. Ничего не хочется делать. Так что вдохновение будем высекать и искать в разных сферах деятельности. Если не удалось в детстве заручиться каким-то хобби, которое явно нравится, вот как компьютер или спорт, например, или там военное дело, ну что-то, что увлекает с детства. Или там вы собираетесь быть капитаном дальнего плавания, или лететь в космос. Если вот такой у вас мечты не было, которую вы стремитесь реализовать, значит ищите путем нащупывания втыка. Рано или поздно вы найдете. Потому что вы сильная личность, харизматичная. Вам просто надо поймать вот этот жар, как бы, знаете, как вот фортуны. Вот чтобы вам это захотелось делать. Как только вы это поймали, все, вперед и на всех парусах. Конечно, в конце я вам зачитаю профессию, которая вам максимально подходит. Может, вы уже давно работаете в местах подобных, тому, что я прочитаю. Но если вы еще в поиске, то это будет вам маленькая подсказка. А вдруг вы себя почувствуете в этой профессии достаточно успешно. Любая профессия, которую вы выберете, должна нести долю ответственности. Вы хотите отвечать за дело, которым вы занимаетесь. Это безусловно. Поэтому все ответственные работы уже, как вы понимаете, для вас. Потом у вас есть огромные организаторские способности. То есть бояться того, что вам придется заглавлять коллектив, лично вам, собственно говоря, было бы даже странно. Поэтому быть бригадиром даже на стройке, это как раз то, что вам необходимо. Вы прекрасно расставляете приоритеты, четко контролируете выполнение. И все вот эти вот задачи, там, где вы проявляете ответственность, радикальным образом делают для вас работу интересную. Потом вам нужна работа, где не ограничивает ваших личных решений. Поэтому лишний раз напоминаю, что быть организатором или руководителем для вас самое что ни на есть подходящее. Особенно вы проявляете свои бойцовские качества и вот эту силу своего характера тогда, когда предприятие находится в критическом положении. Вы тогда получаете дополнительную задачу, которую любой ценой надо выполнить, и это вас окрыляет. Потому что здесь вы можете проявиться максимально ярко, так как вам и хочется. Здесь может проявиться сила вашего характера. И то, что вам придется принять ответственность на себя, это для вас тоже важно. И вам важно видеть, как коллектив с удовольствием выполняет приказы, которые вы лично придумали и им отдали. Тут, как говорится, завязываются все возможные струны вашего организма. Вот именно о такой работе вы и мечтаете. Что еще делает вас достаточно перспективным человеком? Вы никогда не избегаете вызова. И если вам придется доказать что-то конкуренту, или вы хотите, чтобы ваша фирма стала лучше среди равных, то вы тоже получаете дополнительную дозу адреналина, и благодаря этому невероятно продуктивны на всех видах работы. Поэтому помните, что работа, которая еще предполагает конкуренцию, вас тоже возжигает достаточно серьезно. На таких работах вам вряд ли будет скучно. А если не будет скучно, значит, вы будете работать с утроенным энтузиазмом. К недостаткам вашего характера, которые редко позволяют вам задерживаться в некоторых коллективах, это то, что вы сами себе начальник, и очень тяжело подчиняетесь, соответственно, уже существующему начальству. Поэтому позволяйте себе резкие высказывания начальнику, а в случае, конечно же, за его спиной для начала. Но если у вас пойдет открытая конфронтация, вы не поленитесь, и мы в глаза вывалите все, что вы о нем думаете. К сожалению, это будет последний день на этой работе, но зато вы гордо уйдете, поднял, как говорится, свой павлиний хвост. Нужно ли это делать или нет, это вопрос открытый на вашей совести. Если работа для вас действительно очень важна, уж попридержите как-то свою спесь. Это будет целебней. Продолжайте ненавидеть своего начальника, но извлекайте хотя бы для себя пользу с места работы. Есть еще вещи, которые отягчают вам, собственно говоря, любую работу. У вас есть косность взглядов. Если что-то вы уже для себя решили, вам очень сложно перестроиться. Сложно объяснить людям, почему вы вдруг потеряли интерес к работе или, например, явно игнорируете эту работу. Просто вы не смогли перестроиться. И для вас это достаточно сложно, поскольку перестройка – это потеря целей, а значит потеря огня. И вы всячески вот это цепляетесь за уже устаревшее, когда можно было бы уже и к новенькому. Есть еще момент, который вас частенько лишает работы в силу вашего спыльчевого характера. Вы не переносите критику, причем настолько не переносите, что это даже выглядит по-детски. Вы, ну, как бы обижаетесь. И, может быть, в критике есть рациональное серно, дорогие скорпионы, но, оказывается, вас критиковать категорически нельзя. Так вы поставили этот вопрос. Поэтому, как только вас обидели, вы капризничаете и даже жалуетесь, что, кстати, несколько не идет вам. Поэтому постарайтесь как-то воспринимать это, или хотя бы уши затыкайте, или делайте вид, что вы не слышите, но капризничать по поводу того, что вам сделали замечание, надо как-то с этим бороться. Итак, если откинуть эти мелкие нюансы, которые вы можете сделать у корот, если пожелаете, то вы в остальных случаях невероятно хороши. И что интересно, чем хуже вокруг вас ситуация, тем бодрее вы себя чувствуете. Поэтому иногда вы чем-то похожи на буревестника, как у Горького, помните, а он мятежный просит бури, вернее, у Лермонтова, а он мятежный просит бури, как будто у бури есть покой. Это я уже, честно говоря, ум за разум зашел. В любом случае, хоть и буревестника возьмите, он тоже над морем летает, и бури не боится. Вы в любом случае, кого сейчас не скажи, хоть Лермонтова, хоть Горького, вы человек, который в кризисных ситуациях получает тот свежую струю, где можно себя проявить, зацепиться, повести предприятие, которое пошатнулось по каким-то причинам, а по каким-то кризисным. Вы до последнего будете бороться и в этой борьбе получать удовольствие от жизни. Поэтому, как говорится, великая натура, великая сила, великая замечательная личность. Теперь поговорим о профессиях, которые вам, возможно, подойдут, если вы еще себя не нашли. Я сейчас их просто зачитаю, чтобы никого не забыть. Итак, профессии, чем напряжение, тем лучше. Это мы уже понятны. Все, что связано с нефтехимией, переработкой, к сожалению, директора на обои не грабовщики, я это выделила, но все это связано с тем, дорогие мои друзья, что вы не боитесь смерти, и вопросы смерти как таковые, вы считаете, это просто продолжение жизни. У вас мистический взгляд на вещи, поэтому вы можете работать там, где явно все это сопряжено с моментом кончины. Чувствую себя вполне успешно. Ну что ж, у вас особый взгляд на вещи, мы сейчас этим заниматься не будем, я уже говорила об этом, но тем не менее, эта профессия, увы, скажем, тоже ваша. Заведующий химчисткой, мясник, полицейский, судебный исполнитель, охранник окружающей среды, актер, кинорежиссер, инженер, прокурор, ученый-химик. Ну вот примерно так. А все остальное, чего вы коснетесь, дорогие мои друзья, тоже будет приносить деньги. Только перестаньте, пожалуйста, в юности болтаться между небом и землей. Можете начинать с любого места. Поработайте дворником, поработайте грузчиком, для начала, если ничего другого нет. Это даст вам уроки жизни, и в конце концов сузит вас по направлению к вашей профессии. Но самое главное, стонать, лежать на кровати и ничего не делать, ненавидя весь белый свет, это не в духе вашего периода рождения и стыдно для знака скорпион. Поверьте мне, чем больше войны, чем больше трудностей, тем бодрее и веселее ваш организм. Попробуйте себя на прочность. А мы переходим к следующему периоду. С 9 по 22 ноября, это период, который называется начало зимы, соответствует он второй половине знака скорпиона. И если скорпионы не похожи на предшественников, тем интереснее о них поговорить. Могу сказать про людей этого периода, что свой путь жизненный они считают исключительным. Конечно, это не сноба, они не считают себя, что я пуп земли, и все кругом прах и ерунда. Но они никогда не могут принять помощь от других, никогда никому не хотят быть обязанным со стороны. Поэтому в своей жизни рассчитывают только на себя. Движутся трудно, но помощи никогда не попросят, даже если упадут на землю и будут лежать в глубоком одиночестве. Это их право, их дело. Как говорится, будем страдать одиноко, но жаловаться не будем и проситься тоже. Помимо всего, могу сказать, что это фанатики своих принципов. Поэтому в данном случае то, что они считают для себя верным и правильным, будут пропагандировать и словом, и мечом для того, чтобы сделать всех чище и изменить их убеждения практически невозможно. Поэтому вот такая вот у них особенность. Они в этом плане строги. Принципиальны и справедливы до невозможности. Что касается особенностей работы. Дело в том, что вы никогда не рассчитываете на кооперацию с людьми. Поэтому за дело, которое вам поручено, отвечайте самостоятельно, помощников никогда не привлекайте. А насчет вашего отношения к делу могу сказать, что вы работаете рьяно, с энтузиазмом, с выкладкой полностью сил, что делает вас исключительно важным работником, приятным во всех отношениях. Везет ли вам с работой? Это вопрос отдельный. Поскольку к вашим исключительным деловым качествам у вас есть доза конфликтности и неуживчивости. Поэтому могу сказать, что если в коллективе все идет гладко и хорошо, вас уважают и ценят, вы вполне приличный работник, который для этого предприятия сделает невероятно много полезного и прекрасного во всех отношениях. Но если вас обидели или оскорбили, вы явно становитесь смутьяном и можете даже подговаривать к бунту, к противодействию начальству и прочее, потому что вы настолько оскорблены в этот момент, что вы хотите расправы любой ценой. И если в вопросах дела вы избегаете поддержки коллектива, то в смысле нагадить своему неразумному начальству, тут, как говорится, все средства хороши, и коллективы к этому делу пытаетесь подключить. И все-таки вернемся к хорошему делу. Напоминаю, вы относитесь достаточно ответственно, это раз. И более того, вы никогда не останавливаетесь на достигнутом. Вам все время хочется показать, насколько вы человек творческий, талантливый, энергичный, энтузиаст, и какой вы профессионал. Поэтому вы не ленитесь повышать свою квалификацию, дополнительно читать, для того, чтобы все видели, что вы действительно, то, что вы говорите, это важно, и что вы профессионал в сфере, которой занимаетесь. Это тоже великолепнейший плюс, потому что вас не надо уговаривать стать мастером, для вас это просто дело чести. Пока работа вам нравится, вы проявляете невероятные чудеса своего характера. У вас железные нервы, у вас неукротимая вера в победу, вы можете работать с энтузиазмом, не считаясь ни с временем, ни с потерей сил. Но еще раз, пока работа вам нравится. А что с вами происходит, когда она вам перестает нравиться? Когда работа вам перестает нравиться, скорее всего, вы с этой работой уходите. Но я вам могу сказать, что, может быть, зачастую вы действуете опрометчиво. У вас очень вспыльчивый характер, и вы очень долго муссируете обиды, которым уже, между прочим, 300 лет. И к пору было бы уже давно выкинуть, и начать все с чистого листа. Но именно этого вы сделать не можете. Поэтому, как только ваша чаша терпения совсем переполнится, даже очень выгодную перспективную работу вы можете покинуть. Но, опять же, кто от этого выигрывает? Коллектив вас очень быстро забудет. А вы так и будете дуться на весь белый свет и говорить, что вы гениальная личность, которую совершенно не оценили в этом тухлом коллективе. Я считаю, что ваши амбиции, конечно, это дорогого стоит. Но помните, дорогие мои друзья, люди – это люди. Они могут ошибочно, например, вас обидеть, оскорбить, не оценить вовремя по достоинству. Но простите им, Бога ради. У вас великолепная, благородная душа. И сил у вас достаточно для того, чтобы простить людям неразумные поступки. Это будет выгодно во многих отношениях. Во-первых, вы останетесь на своей престижной, прекрасной работе и продолжите свое движение к заработкам. Почему и нет? А уходить с работы из-за того, что кто-то вам что-то там когда-то сказал 300 лет назад, он-то уже давно забыл. А вы все это мучаете и мучаете, все берегите свою рану. В конце концов, вы же сами себе сделаете хуже. Поэтому постарайтесь избавиться от излишней мелочности и постоянных обидах, которые, в принципе, уже выеденного яйца не стоят. И еще вам в любом коллективе надо просто быть более коммуникабельным, потому что ваше это пристрастие в скрытности затрудняет прокладку в человеческих отношениях. Вы многим кажетесь каким-то отстраненным, каким-то странным даже, не коммуникабельным. А ведь и вы, в принципе, легко это можете исправить. Конечно, если пожелаете. Есть еще одна особенность, которая частично портит ваши трудовые будни. Как только у вас в семье происходят какие-то личные трения, они невольно у вас сразу отражаются на работе. Поэтому я желаю вам исключительного личного счастья, которое вы, кстати, из-за своего достаточно трудного характера частенько сами делаете не очень сложившимся. Это счастье семейное. Потому что то неумение строить отношения с людьми, которые вы часто демонстрируете на работе, эту излишнюю осторожность, как бы вы всегда соблюдаете дистанцию. Вы почему-то умеете переносить и на семейные отношения. Подумайте, счастливы были с вами те, кто рядом с вами живет. Вы и трудитесь для них, и выкладываетесь для них. Казалось бы, всеми своими помыслами доказываете, что вы человек ответственный и думаете, что семья это замечает. Но вы слишком холодно, отстранены, грубоваты, можно сказать, агрессивны. И тем самым вы смарываете все свои подвиги рабочие. Это я сейчас особенно обращаюсь к мужчинам, которые не понимают, почему их жены часто несчастливы с ними. А будьте подобрее, будьте по человечности. Снимите с себя эти личные латы, которыми вы окружены, этот панцирь, выходите как броненосец. Покажите, что у вас есть чисто откровенное сердце, больше любви, ласки, нежности. И вы увидите, как у вас все будет хорошо. Тем более, что, еще раз напомню, личные неприятности, которые произошли с вами дома, радикально делают вас безуспешным на рабочем месте. И за этим надо следить. Теперь я зачитаю вам профессии, которые вам как бы прописаны по звездам. Надеюсь, это вам будет полезно в любом случае. Кому для общего развития, кому как и выбор все-таки жизненного пути. Значит, конструкторы из вас, если знаний хватает, неплохие получают. Строительцы, тоннели, метрострой, пожалуйста, это как раз тоже ваше. Любое трудное и ответственное дело, банковское дело, кладовщик, страховой агент, медсестры, санитары, психиатры, сатирики, художник-карикатурист, агитатор, юрист, врач, морской офицер, психоаналитик. Вообще, и профессию врачей очень рекомендую. И нетрадиционной медициной милости прошу. У вас эта сфера действительно весьма и весьма вы глубоко можете проникнуть в эти сферы, если пожелаете. Вот. Так что, вот такие вам мои напутствия, дорогие мои друзья. Может быть, сказано не так много, но зато по существу. И помните, куда бы вас жизнь не забросила, чего бы она вас не лишила, чем труднее, тем лучше. Для вас вообще можно сейчас начитать целый трактат профессий. Напоминаю, от грузчика и дворника где вы тоже прекрасно себя будете чувствовать и с энтузиазмом работать до архитектора зданий. Все зависит от той базы, которую вы вынесли со школы. И практически сфер, которые вам не подвластны, их просто нет на белом сфере. С 23 ноября и по 7 декабря у нас появляется группа, которая называется «Малый снег». И соответствует она людям, тем, которые родились в первой половине знака стрельца. Так что, надеюсь, это будет полезная беседа. Мы всегда начнем с того, как вы видите политиков, возглавляющих ваше государство, а также, как себя позиционируете в обществе. Конечно, вы поборник свободы. Вы за право голоса, за высказывание собственных мыслей. Поэтому предпочитаете политиков, таких умеющих говорить, отстаивающих свое право. Но тут могу сказать, что вы бы сами никогда не стали политиком по разным причинам. Потому что, во-первых, вы считаете, что политика – это дело грязное и весьма опасное. Поэтому в некоторой степени даже сочувствуете людям, которые вынуждены этим делом заниматься, сколько считаете, что для жизни это не очень подходящее дело. А так вы свободолюб, демократ. Оставляете всем право жить, как они считают нужным. И за свое право, чтобы никто не вмешивался в вашу жизнь, тоже стоите достаточно рьяно. Теперь поговорим о вашей работе. Конечно, вы не хотите сливаться с толпой. Вы хотите сохранить свою индивидуальность, быть заметным, не похожим на все. Вот, как говорится, они все, а я вот так вот стороной, такой особенной и прекрасной. Ну, это было бы здорово. Тогда можно было бы подумать, что вы хотите выразиться так в профессии, чтобы все ходили и ахали. Ах, это Бог, это царь в своей профессии. Но, к сожалению, вы далеко не пчелка на трудовом фронте. Работать любите не шатка, не валка, спокойно, не спеша, без особых физических издержек, как говорится. Ну, что ж, если надо работать, ну, пойдем поработаем. А что же делать? Вот примерно, как вы смотрите на этот процесс. Конечно же, вы не лентяй, дорогие мои друзья, но для вас работа – это времяпрепровождение. Было бы здорово, если бы это было дело интересное. При этом бы оно еще приносило серьезные деньги. Вот это идеальный подход к вопросам заработка. Но, увы, таких работ достаточно мало, дорогие мои друзья. Поэтому найти себя вовремя, получать удовольствие от работы, везет далеко не всем. О профессиях, которые вам подходят, мы еще поговорим отдельно. Но в целом могу сказать, что люди вашего периода процессом трудовым не очень довольны, потому что, еще раз напоминаю, редко совпадает большое количество денег, творческий подход, который вы ждете от дела, и еще, чтобы оно при этом щекотало ваши нервы и призывало вас просто на работу, чтобы вы летели на нее, как на праздник. Это, к сожалению, бывает редко. Конечно, все должны работать, потому что от этого зависит количество денег в вашем кармане. Но могу сказать, что вы не фанат денег ради денег. Вас не деньги больше интересуют, вас интересует слава. Поэтому в данном случае вы интересуетесь судьбой знаменитых людей, известных. Вас тешит, вы даже, может быть, анализируете, а каким образом они прославились, а что они такого сделали, чтобы быть такими известными. То есть вам слава популярности и известности важнее, чем, как говорится, деньги в кошельке. Но это особенность ваша. Вы публичный, вы, так сказать, пафосный, вы хотите же быть в центре внимания, вы хотите собирать вокруг себя толпу, услышать аплодисменты, похвалы. В таких условиях вы невероятно себя комфортно чувствуете. Ну а теперь давайте подумаем, а где же такая профессия? Ну вот, например, на сцене. Почему бы и нет? Там есть все, что вам необходимо. Вы будете себя артистично подавать, а все будут рукоплескать и радоваться. Конечно, я утрирую сейчас ситуацию. Но помните, пожалуйста, там, где вы незаметны, там, где не оценивают по достоинству ваши качества, вот, и тем более в местах неинтересных для вас, работать вы фактически не сможете. Поэтому не удивлюсь, если вы часто меняете работы, все себе ищите, долго не задерживаетесь ни на одном месте. Ну что ж, дорогие мои друзья, такая ваша стезя. Или лечим себя, свой характер, или так и блуждаем по белу свету в поисках своей птицы удачи. Когда я хочу рассказать о том, какие профессии вам подходят, получается больше недостатка у вас, чем достоинство. Прежде всего, все идет от того, что на любом предприятии, куда вы устраиваетесь, вы хотите сохранить свою личную свободу. А такое, дорогие мои друзья, бывает достаточно редко, практически никогда. И тут вытекает по тексту, что даже если вам приходится на кого-то работать, то сидеть в офисе для вас практически невыносимо. Вам нужно как бы числиться на работе, а при этом быть вне офисных трудов. Поэтому для мужчин очень подходят всякого рода перевозки. То есть вы числитесь за предприятием, а сами при этом, как дальнобойщик, путешествуете по белому свету. Вам подходят профессии, где надо часто ездить в командировку. Другие не хотят, а для вас это хлеб. Потому что вы себя невероятно хорошо чувствуете. И даже профессия курьера вам подходит тоже замечательно. Вам только в офисе надо забрать письма, а остальное вы колесите по белому свету и нормально себя чувствуете. Так вы понимаете специфику своей профессии. Сидеть в офисе, рутинно заниматься монотонным трудом, это, как говорится, вообще лучше умереть с голоду. К сожалению, это так, поскольку невозможно постоянно наступать на горло песни и заставлять себя. Но потерпите вы месяц-другой, потом вы все равно эту работу покинете. Поэтому сразу определяйтесь. Там, где у вас предоставляется свобода, где вы можете чувствовать себя каким-то образом и на работе, и в то же время ведете такой свободный образ жизни, не привязанный ни к графику, ни особой дисциплине, это, в принципе, для вас подходит. Вот почему среди вас достаточное количество людей, которые перевозят грузы, это понятное дело. Из вас огромное количество лесников, которые как бы числятся за лесным хозяйством, а сами находятся в лесу. Но вы уже понимаете специфику своих трудов. То есть это есть. Вы могли бы работать с людьми. Тут у вас получается. Но у вас язык тоже весьма своеобразный. Вы как будто жонглируете словами, часто преувеличивая масштаб происходящего. Как-то умеете глобализировать даже вот такую вот проблему, которая, например, мизинчика меньше. Но у вас она сразу приобретает какие-то глобальные формы. Хотя язык у вас подвешен, и красноречиво изъясняться вы вполне можете. Вы невероятно владеете юмором, можете сыпать шутками. Вообще приятно в общении с людьми. Но, дорогие мои друзья, это хлеба не приносит. Поэтому есть всего хорошо. И там бы по чуть-чуть, и там по чуть-чуть. А в результате из-за того, что вы не можете соответствовать тем правилам, которые обычно требуют начальники при устройстве на работе, то есть сидеть в офисе от звонка до звонка, выкладываться по полной программе. Заниматься монотонным трудом – это, конечно, все не ваше. Вам нужна работа, где постоянно нужно что-то новенькое появляется, какие-то новые идеи. Тогда вы в теме, вы там что-то разрабатываете. Поэтому очередное конструкторское бюро, где одно здание отработали, второе начали, это вот вам там хорошо. То есть если все время идеи сменяются, и эти идеи вас увлекают, такая работа вам подходит. Поэтому что вам сказать? Вам не хватает целенаправленности и усидчивости начатое закончить. Вы вольные художники, други мои. Поэтому с профессиями для вас достаточно сложно. И часть из них я уже вам перечислила. Сфера путешествий тоже ваша. Даже если вы не в силах путешествовать сами, по обстоятельствам материальным. Было бы неплохо, если бы вы стали путешественниками или блогерами, которые ездят по белой свету и рассказывают прекрасные репортажи на всякие интересные темы. Но не всем так везет. Хотя бы работать в террористическом бюро, где так хоть участвовать в этом процессе путешествия, это тоже бы для вас подошло. Это как вариант. В дамском исполнении можете внимательно на это дело посмотреть. В принципе, творческие профессии, там, где вы успешно что-то умеете делать, например, руками мастерить и так далее, это доставляет вам удовольствие, тоже можно сделать профессией. Ну и ваша глубокая любовь к животным вас тоже можно наделить определенными профессиями. Вы сердобольны, вы любите заниматься животными, а поэтому всякие питомники для животных, например, разведение собак, там, и котов и так далее. Это тоже может быть и приятным к хобби, и в то же время средством к существованию. Ну, а мне остается теперь только зачитать те профессии, которые исконно считаются вашими, а вы уж подумайте, как себя реализовать. Значит так, сталелитейное дело и кузнеца. Но в силу того, что стрелец все-таки огненный знак, общение с огнем ему весьма и весьма показано. Конечно, это профессия для мужчин, хотя я знаю и женщин-кузнецов, которые весьма успешны в этом деле. Однако же сварное дело, сталелитейное, напомню, и кузнечное, это как вариант вашей профессии имеет место быть. Электротехника, то есть все, что связано с электричеством, вторая сторона огня, тоже вам очень здорово удается. Электрикам, соответственно, закупки в торговле, руководители курсов и по вождению в том числе, конструкторское бюро, писатели, журналисты, биологи, кинологи, юристы, ну и в принципе как религиозные деятели, поскольку теология это один из вариантов, который вас тоже увлекает. То есть поговорить о религиозных течениях и даже в них поучаствовать, представители этого периода вполне склонны. Ну что ж, вот так вот интересно, так забавно и так трудно живется на этом свете людям этого периода. Но все это потому, что они слишком свободолюбивы и слишком увлекающиеся. Поэтому, к сожалению, профессиональные деятельности достаточно печально выглядят. Надеюсь, комментарии последуют, потому что я все-таки сторонник комментариев. Я уже который раз убеждаюсь, что не так важно то, что говорю я, а то, что пишите вы, потому что люди читают комментарии, делают выводы по отношению к собственной судьбе. Помогите им разобраться в себе. Если вы относитесь к этому периоду, я вас очень прошу, напишите, где вы работаете, от каких работ получаете удовольствие. Это дорогого стоит, это наиценнейшая информация. Ведь кому-то мы действительно поможем определиться в своей судьбе. И значит, совершим подвиг в какой-то мере. Итак, я закончила определенную группу, то, о которой мы говорили. Если вы еще до сих пор про себя информацию не получили, следует наше последнее видео, там наверняка вы о себе узнаете кое-что интересное. Ну что ж, с вами была Елена.